Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости канала. Предлагаю вашему вниманию статью под названием «Футбол и лень». Написана статья в пятницу 27 декабря 2019 года и так начинаю. Один подписчик канала, не хочу называть его имя, обратился ко мне с просьбой объяснить, как противостоять прокрастинации, выполняя его просьбу. Какой красивый термин. Прокрастинация. На самом деле речь идет о банальной лени. Прокрастинация расшифровывается как откладывание чего-либо, какого-то действия на потом. А что является причиной откладывания? Как вы думаете? Разумеется, ее всевластие лень. В очередной раз повторяю, что величайшая победа – это победа над самим собой. Вначале, перед тем, как раскрывать суть того, что хочу сказать, процитирую обращение ко мне этого подписчика. Вот это обращение. К примеру, я запланировал пойти в какой-то день и потренировать удары. Почувствовал там какую-то боль и уже пойти никуда не получается. Или запланировал утром встать в 6 утра. Каждый вечер, откладывая дела на потом, кажется, что встанешь полный сил, пойдешь бегать с улыбкой и вернешься, позавтракаешь и в школу. Потом после школы часик пообвожу фишки с мячом, буду развивать чувство мяча нерабочей ногой. Потом пойду на официальную тренировку. Вернусь, повизуализирую, сделаю растяжку и тому подобное. А на деле просыпаешься? Может быть такое, что останешься полежать пару минут в кровати, а в итоге просплю все это время. Потом после школы думаешь, а почему бы не побегать? А потом приходит мысль, что лучше сейчас пойду поработаю с мячом, а побегаю и завтра. Собственно, идешь, чтобы поработать с мячом. Работаешь, и тут тебе предлагают сыграть футбол. Естественно, я не отказываюсь и проходит это время. Потом официальная тренировка. После нее хотелось бы еще потренироваться, но тут ты оказывается голоден или у тебя сильно забились ноги или еще что-то и ты идешь домой, обещая самому себе, что больше такого не повторится. Дома незаметно съедаешь лишнюю булочку или попросту пищу, которая не приносит пользы. Вновь себе обещаешь, чтобы это не повторилось. Делаешь заминку, второе, третье, идешь спать и думаешь, завтра будет отличный день. Проснусь, побегаю. Конечно, я все же делаю свои задачи на 80%, но вот эта прокрастинация, пока от нее не избавиться, возникает ощущение, что ты на неправильном пути. Хочется поменять это. Как? В интернете советуют вознаграждать себя чем-то, поощрять и другое. Что вы думаете? Конец цитаты. Моя реакция. Как вы думаете, ребята, похоже это на лень? Как по мне, очень похоже. Пусть не обижается на меня автор цитаты, так как ленивым я его не считаю. Просто лень пробивается в его деятельности подсознательно. Он даже не замечает этого. Лень – это страшный монстр. Это не девчоночка в юбчоночке, которую можно подергать за косички. Это коварный, лукавый и очень хитрый враг. Этот монстр стоит на пути к успеху, и обойти его невозможно ни справа, ни слева. У этого монстра мгновенная реакция, и обмануть ее невозможно. Что, можно, думаете вы? Лень можно только побороть с помощью дискомфортных усилий. Повторяю, дискомфортных усилий. Приведу простой пример. Вы решили вечерком пробежать 5 километров в среднем темпе. Приближается время пробежки. Как же неохота идти на улицу и бегать. А там еще и ветерок, да еще может покрапывать мелкий дождик. Нужно переодеться в нужную одежду, не забыть взять с собой мобильник и так далее. В общем, мелкая головная боль. Но! Вы преодолеваете этот дискомфорт, говоря себе, что «надо!» и уходите на пробежку. Возвращаясь домой, вы ощущаете приятную усталость. Ваш организм торжествует и благодарит вас за проявленную твердость в решении идти на пробежку. Затем не менее приятный душ. Запомните, ребята, что положительные эмоции в физической деятельности это всегда следствие дискомфорта, связанного с потребностью что-то делать. Очень редко можно встретить человека, который хочет что-то делать. Человек, как и вся Вселенная, всегда стремится быть в состоянии покоя. А любые усилия всегда вызывают дискомфорт. Хотите чего-то добиться? Тогда преодолевайте дискомфорт с помощью своей железной воли. Если вы будете беспощадны к собственной лени, то обязательно добьете желаемого. Вы думаете, что автор цитаты, постоянно что-то откладывая, делал это осознанно? Как бы не так, ему лень сладким и тихим голосом шептала на ушко. Петечка, родной мой, ну, допустим, Петечка, зачем тебе сейчас бегать? Поработай с мячиком. А побегать ты всегда успеешь. Услышав сладкие и тихие слова лени, Петечка делает выбор в пользу более простого и приятного решения. Вы думаете, что Петя осознанно совал себе в рот булочку? Совсем нет. Это лень ему шепнула. Петюня, дорогой, что случится, если ты доставишь себе удовольствие, съев булочку? Что, земля расколется пополам? Нет. Ведь съеденная булочка – это не система. Завтра и потом ты есть ее не будешь. А сейчас сделай для себя родимое исключение. Голос лени настолько тихий и сладкий, что многие его не замечают и думают, что это их собственные мысли. Более того, большинство даже этих мыслей не фиксирует. Они даже не подозревают, что им кто-то что-то нашептывает. Повторю в очередной раз. Путь к успеху, к достижению цели, к осуществлению мечты лежит только через лень, которую ты должен преодолеть. А преодолеть ее можно только тогда, когда испытываешь дискомфорт. Известная фраза гласит. Не откладывай на завтра то, что можно сделать послезавтра. Это шуточная фраза. Яркая иллюстрация проявления лени. Ребята, дорогие мои ребята. Знаете, почему большинство из вас не занимается индивидуально, помимо официального тренировочного процесса? А если это и делают, то и эпизодически. А причина – ваша непобедимая вами лень. Вы все хотите играть в топ-командах Европы, а что-то сделать для того, чтобы это стало реальностью, не хотите? Вам лень. Ждете чудо? А кто вам его организует? Дорога к мечте пропитана потом и отказом от банальных соблазнов окружающего мира. По-другому никак, ребята, никак. Так, реализовать мечту, достичь цели, ничего для этого не делая, невозможно. У меня все, ребята. Пока. Если ролик вам понравился, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Впереди еще очень много интересного, неожиданного и эксклюзивного. Продолжение следует...